Всем привет, вы сейчас посмотрите потрясающий эпизод теории удара с Дэвидом Гоггинсом. Я люблю этот эпизод больше, чем могу вам выразить. Я абсолютно потрясен самим Дэвидом Гоггинсом, но я хочу дать полный отказ от ответственности. Во-первых, этот человек много ругается, и когда я это говорю, ты знаешь, что это проблема, так что если вокруг тебя есть дети, сейчас самое время вытащить их отсюда. К тому же его мировоззрение ультра-жёсткое. Я не рекомендую всем делать то, что он делает, что довольно экстремально, но я просто хотел заранее всех предупредить, но я думаю, что этот человек в невероятном состоянии. Но позволь мне сказать, что ты был предупрежден, а теперь добро пожаловать в теорию воздействия с Дэвидом Гоггинсом. Привет всем, добро пожаловать в теорию воздействия. Вы здесь, друзья мои, потому что вы верите, что человеческий потенциал почти безграничен, но вы знаете, что обладать потенциалом — это не то же самое, что на самом деле делать что-то с. Это так, поэтому наша цель с этим шоу и компанией — познакомить вас с людьми и идеями, которые помогут вам на самом деле осуществить ваши мечты. Хорошо, сегодняшний гость по праву считается самым выносливым человеком на планете и одним из величайших спортсменов на выносливость всех времен. Но если у тебя возникнет искушение отмахнуться, он как продукт удивительной генетики, отличного воспитания или даже лекарств, повышающих работоспособность, подумай еще раз. Он вырос в жестокой семье, провел свои школьные годы как один из небольшого числа чернокожих детей в крошечном городке Индианы. Примерно в 20 милях от того места, где была основана кака, ему пришлось терпеть бежалостное издевательство, и ему едва удалось закончить школу с 1,6 балла. Он дважды в жизни боролся с ожирением, весил более 300 фунтов, страдал тяжелой аллергией, серповедноклеточным заболеванием и врожденным пороком сердца, который оставил у него дыру в сердце размером с покерную фишку. Он вырос мягким и слабым, без чувства собственного достоинства. Но несмотря на все это, в один прекрасный день он решил, что перестанет говорить горе мне и начнет надирать кому-нибудь задницу. Это поставило его на путь превращения в самого трудного человека на свете. Он сделал это. Но он единственный военнослужащий вооруженных сил США, прошедший подготовку морских котиков, школу рейнджеров армии США и подготовку тактических диспетчеров ВВС. Он завершил печально известного разрушителя людей, известного как Акадская неделя, три раза, в том числе два за один год. И один, который он начал и закончил с множественными стрессовыми переломами и грыжей. Он участвовал в боевых действиях в Ираке, был телохранителем премьер-министра Ирака, однажды ему принадлежал рекорд Гиннесса по количеству подтягиваний за 24 часа. В 4030 он пробежал 8 забегов подряд на 100 миль, более 8 выходных подряд. Он пробежал более 7000 миль за один год, а это эквивалентно пробежке 267 марафонов. Я думаю, совершенно очевидно, что этот человек – животное, созданное самим собой. Поэтому, пожалуйста, помогите мне поприветствовать человека, который однажды пробежал ультрамарафон с пневмонией, короля без оправданий Дэвида Гоггинса. Большое тебе спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили меня. Мне очень приятно, уверяю тебя. То, что ты сделал, абсолютно невероятно, но что я нахожу захватывающим так, это то, что если ты просто прочитаешь список своих достижений. Ты просто предположишь, что ты должно быть действительно одарен. Ты измучен, ты в отличной форме, но когда ты видишь предыдущую фотографию, это довольно поразительно. Верно. Так на что же был похож тот момент, когда ты смотришься в зеркало в тот день, когда решаешь, подожди, хватит. Ну, для меня это было довольно безумно. Потребовалось некоторое время, чтобы дойти до той точки, когда достаточно. Что случилось, однажды вечером я пришел домой с работы, опрыскивал от тараканов, и, короче говоря, я включил канал Дискавери. Я увидел, как несколько парней проходят подготовку морских котиков, и они переживают адскую неделю, и им просто надирают задницы. Входя в воду и выходя из нее, парни звонят в колокол, они страдают, а я весил около 297 фунтов, и мне нужно было что-то изменить в своей жизни. Я был на рекордно низком уровне, и я никуда не собирался идти, и я был именно тем, кем все говорили, что я буду, что было ничем, так что мне пришлось что-то менять. Что такого было в страдании, что? Это действительно интересно, и я действительно понимаю, но я хочу услышать, как ты объяснишь, почему страдание было тем, что вызвало эту мысль. Что касается меня, то в детстве я происходил из ужасной среды, меня называли ниггер каждый день моей жизни, когда я рос, жил в маленьком городке. Штаб-квартира клана в то время находилась примерно в 20 минутах езды от того места, где я жил. Сын одного из высокопоставленных лиц кака, сидел позади меня в двух классах, поэтому он все время называл меня ниггер. У меня есть моя первая машина, на ней краска из баллончика написана ниггер, мы тебя убьем. Так что я был просто неуверенным в себе, испуганным ребенком, и единственный способ, которым я мог найти себя, это пройти через самое худшее из возможных. Как же ты все-таки прозрел. Как будто это так нелогично, как и большинство людей, это именно то, от чего они пытаются убежать. Верно. Так что же в тебе было в тот момент? У тебя избыточный вес, над тобой издевались по сути всю твою жизнь до этого момента, что заставляет тебя говорить? Хорошо, ублюдок. Типа это то, что я должен сделать? Ну, мне никто не помогал, так что мой папа сделал маму немного нерегулярной, так что она работала на трех работах, училась в колледже полный рабочий день, так что ее никогда не было рядом. Однажды этот человек нарисовал мою фотографию и сказал, «Мы убьем тебя, нигер», в моей тетради по-испанскому, и я отнес ее своему директору, и мой директор сказал, «Они написали нигер-нигер». Это был лучший совет, который они могли мне дать, короче говоря, я понял, что здесь нет никого, кто мог бы мне помочь. Чувство, которое я испытывал каждое утро, я начал брить голову, когда мне было 16 лет, и чувство, которое я испытывал каждое утро, когда смотрел в зеркало, было ужасным. И я больше не хотел так себя чувствовать. Я чувствовал себя ребенком, идущим в никуда, ребенком, которому было страшно, и большинство детей примут это и будут искать помощи. Но лучшее, что со мной случилось, никто мне не помог. Никто не пожалел меня, никто не посмотрел на меня, и как и в наши дни, они скажут всем, «Перестань придираться к этому человеку», тогда им было все равно. Кук-Лукс-клан маршировал на наших парадах 4 июля. Им пришлось держаться в 100 ярдах позади, но они маршировали в нем. Вау, вот каким был этот город, и моя мама заботилась обо мне, но мой папа забрал нашу душу. Она сделала все, что могла. Я должен был понять, что я не собираюсь быть ребенком-панком всю свою жизнь, так что единственный способ, которым я мог измениться, это страдать. Мне пришлось нарастить мозоли в своем мозгу так же, как я нарастил мозоли на своих руках, поэтому я давным-давно побил рекорд Гиннесса по большинству подтягиваний. Но дважды потерпел неудачу. А я сделал 67 тысяч подтягиваний, пытаясь побить этот рекорд, так что чтобы сделать 4030 подтягиваний, мне пришлось сделать 67 тысяч для тренировки. Вау! Итак, я понял, что для того, чтобы стать тем человеком, которым я хотел стать, я видел себя самым слабым человеком, которого когда-либо создавал Бог. Но я никогда не винил Бога за то, что Он сделал со мной, поэтому я хотел изменить это, чтобы стать самым жестким человеком, когда-либо созданным. Неужели я такой? Я не знаю, но у тебя должна была быть цель, и моя цель, когда я сидел там, не ходил в школу, над мной издевались, у меня не было чувства собственного достоинства, моей целью было. Единственный человек, который изменит этого человека, это я. Единственный способ, которым я могу все изменить, это пройти через самое худшее, что только может вынести человеческое существо. И это был бы единственный способ, которым я мог бы построить этот мозг, чтобы справляться со всем, что встает перед ним. Ты мозолишь мой разум болью и страданиями. Это так сильно. Это такое удивительное озарение. Очевидно, что я слушаю некоторые вещи, о которых ты говоришь, и одна вещь, которую ты часто говоришь, это то, что трудно оставаться твердым, или становиться твердым, когда ты живешь. Ты даже сказал однажды, в большом особняке в Беверли-Хиллз, верно? Я сидел там и думал, что ты абсолютно прав, но что я нахожу таким интересным, так это то, как мы как вид убегаем от боли. Мы убегаем от страданий, и это одна из причин, по которой я заговорил. Я уже говорил об этом раньше, но одна из причин, по которой у нас с женой нет детей, заключается в том, что я твердо верю, что тебе нужно что-то жестокое, трудное, тяжелое. Это выбивает тебя из колеи, это заставляет тебя чувствовать себя плохо, потому что в процессе восстановления и восстановления мальчиков, поднимаясь вверх, тогда ты сможешь кем-то стать. Но если ты не прошел испытание, если ты не прошел через звонок, у тебя нет никакой надежды, так как же ты можешь взять кого-то, кого любишь, и заставить его пройти через это. И я думаю, что то, что ты сделал, возможно, является высшим выражением этого, а именно, как ты проходишь через это. Тебе не нужно было ничего из этого делать. Так, в конце концов, чтобы ты посоветовал этому 16-летнему парню, который смотрит в зеркало, ему не нравится то, что он видит, но все еще бежит от невзгод. Мой самый большой совет ему. Во-первых, ему не понравится то, что я ему скажу, потому что я собираюсь сказать прямо противоположное тому, что говорит мир, сегодняшний мир. В наши дни мы читаем кучу книг, и как люди мы хотим узнать, как быть кем-то другим. Чего мы не делаем так, это не заходим внутрь, так что буквально выверни себя наизнанку, прочитай книгу, которая внутри. Как будто мы пишем книгу каждый день нашей жизни, но мы никогда не читали эту книгу, так что я бы бросил вызов этому молодому человеку или молодой женщине. Ты должен заглянуть внутрь себя, чтобы увидеть, чего ты действительно хочешь. Чем ты увлечен? Мы используем эти слова и эти маленькие фразы типа «выживают только сильные» и всю эту прочую чушь. Все это просто гребаные слова. Я так устал слышать, как люди просто разговаривают. Прямо сейчас кто-то может подумать. Гогенс просто говорит «меня не знаешь», поэтому когда я говорю, я говорю от страсти, я говорю по опыту, я говорю от страдания. Я должен сказать этому молодому мужчине или женщине, что единственный способ, я верю, и это мой жизненный опыт. Единственный способ, которым ты когда-либо попадешь на другую сторону этого путешествия, это страдать, чтобы расти. Чтобы расти, ты должен страдать. Некоторые люди понимают это, а некоторые нет, но они должны увидеть, каков их путь, чтобы начать свой путь. Несколько человек доживают до ста лет, у них прекрасная жизнь, и у них замечательные дети, их дети учатся в колледже и все такое прочее. Но где-то в их жизни наступил момент, когда им нужно было принять решение, они могут пойти налево или направо по этому пути. Налево был легкий путь, направо был трудный путь, многие люди выбирают легкий путь, и таким образом у них была хорошая жизнь, но лучшая жизнь шла в правую сторону. И у тебя может быть 20 лет боли и страданий, чтобы преодолеть это, но многие из нас умирают, так и не начав по-настоящему свой путь, и я бы сказал этому молодому человеку, ты должен начать свой путь, это может быть отстойно, но это выйдет с другой стороны. Я хочу вернуться к тому, что ты говорил о том, что мы каждый день пишем свою собственную книгу, но на самом деле мы не тратим время на ее чтение. Раз уж ты сказал, что вот о чем я подумал, скажи мне это ли то, к чему ты шел, что по сути ты записываешь эти вещи, которые становятся твоей личностью, о том, чтобы быть слабым, о том, чтобы избегать страданий, о том, чтобы быть мягким по сути, обо всех вещах по умолчанию, которые есть в этом лагере. И когда ты это говорил, я представлял, как ты берешь ручку и начинаешь писать свою собственную историю, и пишешь то, что ты знал, оглядываясь назад, что мальчик, ты бы гордился. Верно. Например, пройти военную службу и пройти тяжелейшие тренировки, некоторые из тех вещей на сверхустойчивость, которые ты делал, на сломанных ногах, что на самом деле так безумно. Во-первых, это то, что ты имел в виду, когда писал историю. Я имел в виду, что каждый день мы видим, кто мы такие, как люди. Когда я рос, я лгал, чтобы люди приняли меня, потому что я не принимал себя, поэтому я придумывал истории, чтобы ты принял меня в свой мир. Все, что я делал, делалось для того, чтобы понравиться кому-то другому. Только когда я начал читать свою собственную книгу о том, каким жалким я был как человек, я мог винить своего отца, я мог винить детей в школе, я мог винить проблемы со здоровьем. Добавить, что моей мамы не было рядом, отличная мама, но она делала свое дело. Я мог бы обвинить многих людей, а это та книга, которую я читал, и я переложил ее на всех остальных. Это продолжалось до тех пор, пока я не сказал, знаешь, что чтобы я мог это исправить, я должен прочитать, что, черт возьми, не так с Дэвидом Гоггинсом, не вини никого. Прочитай мою книгу и скажи, хорошо, я боюсь своей тени, как я могу это преодолеть? Иди в армию, получи пинка под зад, делай то, что ненавидишь, испытывай дискомфорт каждый гребанный день своей жизни, понял тебя? Я не самый умный ребенок в мире, окей? Вместо того, чтобы кто-нибудь сказал, о нет, ты умный, не говори себе этого. Я сказал себе, нет, я тупой ублюдок. Окей, понял тебя? Как тебе удается стать умнее? Занимайся самообразованием. Итак, то, от чего мы убегаем, мы убегаем от правды. Мы убегаем от правды, так что единственный способ, которым я добился успеха, это идти к правде. Как бы больно и жестоко это ни было, это изменило меня. Это позволило мне самому стать тем, кто я есть сегодня. Одна из самых мощных вещей, которые, я думаю, может сделать каждый. Раньше я боролся с самооценкой, и моя фишка заключалась в том, что я сосредоточился на том, чтобы быть умным, а я просто не был настолько умен. Я сосредоточился на том, чтобы быть правым, и я часто ошибался, и поэтому это создало эту странную вещь в моей жизни, когда я постоянно пытался окружить себя людьми, которые были все менее и менее умными, чтобы я мог чувствовать себя хорошо о себе, и плохая новость в том, что это действительно хорошо мальчик, сказал он. Стратегия для этого. Находясь рядом с людьми, которые были менее умны, чем я, я действительно чувствовал себя хорошо. Я чувствовал себя хорошо, но в то время я буквально называл себя своего рода исправительной работой, потому что это была единственная работа, в которой я действительно мог блистать. Верно. И только тогда я понял, что на самом деле могу изменить то, вокруг чего я строю свою самооценку, и я могу начать строить себя вокруг того, чтобы быть правым или умным, я могу. Построй себя на том, чтобы быть учеником и быть готовым признать, когда я ошибаюсь, и поэтому то, вокруг чего я начал строить свою самооценку. Это желание и способность смотреть на свои недостатки. То, что ты сказал, я полностью понимаю. Это интервью будет, ты заранее предупредил меня, это интервью будет раздвоенным, людям оно понравится, а некоторым людям. Ты возненавидишь это, но, чувак, я так верю в идею посмотреть на себя, и если ты жалок, признать это и сказать. Ведь моя фишка в том, что ты можешь это изменить, верно? Что ты недвусмысленно доказал. Вот и все. Но если ты не признаешь этого, ты никогда не встанешь на путь к тому, чтобы все изменить. Вот именно. Расскажи нам об этом, потому что это одна из тех сумасшедших историй, я не могу представить, как ты справился с этим, с твоим первым ультрамарафоном, в который ты попал очень быстро. И почему ты это сделал? Потому что я думаю, что это невероятно. Первый ультрамарафон был совсем неумным, совсем неумным. По сути, случилось то, что я учился в военной школе свободного падения вместе с Морганом Латрелом. Маркус Латрел, если вы, ребята, не знаете, был единственным выжившим, был парнем, участвовал в неудачной операции, которая провалилась. Он был единственным выжившим морским котиком, короче говоря, нужно достать книгу «Выживший одиночка», отличная история. Морган, брат-близнец Маркуса Латрелла, и я был там вместе с Маркусом. Случилось то, что мы с Морганом были в школе свободного падения, в то же самое время, когда Маркус попал в худший инцидент в истории тюленей. Поэтому я знал, что Маркус может быть мертв. Он не был мертв, все остальные были мертвы, так что я на самом деле сказал Моргану, «Эй, чувак, с твоим братом произошел неприятный инцидент. Я не знаю, жив ли он, я не знаю, что происходит». Короче говоря, Маркус жив, и я продолжаю хотеть собрать деньги для семей. Все эти парни умерли, у всех у них были дети, я хочу собрать деньги для фонда воинов специальных операций. Это фонд, где этим детям оплачивается 100% обучения в колледже, полное обучение, что угодно. Так что я нашел этот отличный фонд, я собираюсь собрать на него деньги, поэтому я говорю, знаешь что? Я должен погуглить что-нибудь злое, что-нибудь очень сложное. Я ничего не знал об ультрамарафонах, я даже не пробегал марафон. Я ничего не знал об этом мире. Поэтому я погуглил десятку самых сложных гонок в мире, и то, что получилось. Это плохая вода, 135. Это гонка на 135 миль по долине смерти в летнее время. Я думал, что это многодневная гонка. Я думал, что это гонка, в которой ты пробегаешь около 20 миль, разбиваешь лагерь, готовишь барбекю на улице, а затем на следующий день бегаешь еще немного. Поэтому я позвонил директору гонки на гонке и сказал, «Эй, Крис, его зовут Крис Костман, я хочу сделать твой участвуй в гонке». У нас был долгий разговор, я тогда был намного тяжелее, и я не надевал кроссовки уже больше года. Насколько ты тяжелый на данный момент? Я нахожусь где-то между 240 и 270. Вау, я там, я нахожусь в этом диапазоне. Мой вес сильно менялся в командах морских котиков и вне команды морских котиков, так что я был тяжелым парнем, но в конце концов, я не надевал кроссовки уже больше года. Я был великим пауэрлифтером, я поднимал тяжелые тяжести, вот что я делал. Я вернулся домой из Ирака, сразу пошел в школу свободного падения, а потом случилось это, так что я звоню Крису Костману в среду. Он говорит, послушай, чувак, единственный способ, которым ты можешь пройти квалификацию на мою гонку, это пробежать 100 миль за один раз, за 24 часа или меньше. В ту субботу была гонка, так что 4 дня спустя он сказал, если ты пройдешь квалификацию, пробежав 100 миль или меньше за 24 часа, я буду рассматривать тебя в своей гонке. Я перейду к сути, я записался на эту гонку. Она называлась Сан-Диего один день, где ты бегаешь по трассе длиной в одну милю в течение 24 часов, чтобы посмотреть, сколько миль ты сможешь проехать. Моей целью было пройти 100 миль. Я проехал 70 миль и преодолел 70 миль примерно за 12-13 часов, довольно быстро, но я закончил. Мои ноги были сломаны, у меня были стрессовые переломы, шины на голени, мышцы рвались, я был в плохой форме. Я ел крекеры Ритц и пил Меоплекс. Это все, что у меня было, воды не было. Я не знал, какого черта я там делал, на мне были носки-тюбики, это было просто смешно. Это было клоунское шоу. Я сел на 70-й миле, а в это время я был женат, и я посмотрел на свою жену, и я подумал, я сильно влип. Я буквально начинаю белеть, а когда чернокожий парень становится белым, ты сильно облажался. И вот я здесь, я весь в дерьме в этом кресле, я на 70-й миле, им осталось проехать 30 гребаных миль. Я взвинчен, мне нужно в ванную, а ванная примерно в 20 футах от меня это. Портвейн на горшке, я не могу встать с гребаного стула, так что я мочусь кровью по ноге, испражняюсь на гребаную спину, и мне нужно проехать 30 миль, и я не могу встать. Потому что мое кровяное давление пошатнулось, я мальчик, прошедший три адские недели в школе рейнджеров, преодолел столько препятствий. В моей жизни последние 30 миль этой гонки, это тот момент, когда я понял, что человек уже не такой уж и человек. У нас есть возможность пройти в таком пространстве, если ты готов страдать, и я имею в виду страдать, твой мозг и твое тело, однажды соединенные вместе, могут сделать все что угодно, и эти 30 миль стали моментом, изменившим жизнь. Я был не в себе, я испытывал самую сильную боль за всю свою жизнь, я был, по-моему, на грани смерти, и я смог разорвать эти чертовы 30 миль на мелкие кусочки. Я был так увлечен, я не собираюсь говорить мотивирован, потому что мотивация это дерьмо, мотивация приходит и уходит, когда ты увлечен. Все, что находится перед тобой, будет разрушено. Итак, я сел в это кресло, и я был так одержим желанием добиться успеха в этой гонке, и в это время все спрашивают, ты думал о погибших парнях. И я не собираюсь тебе врать, я не думал. Это стало моим личным делом. Это стало моим выступлением против этой расы, я против детей, которые называли меня ниггером, я против себя. Это просто стало чем-то, что я воспринял так близко к сердцу, и я разбил это на мелкие кусочки. Я сказал, хорошо, мне нужно питаться. Я должен быть в состоянии встать, прежде чем я смогу сойти с этого бордюра, встать с этого стула и проехать 30 миль. Итак, я прошел через все эти маленькие шаги и смог встать, а потом встав, я буквально ходил вокруг со своей женой в то время, и она сказала, ты не успеешь. Она говорит, я имею в виду, что ты проходишь 30 с лишним минут миль. Мне исполнился 81 год, и в ту секунду, когда она сказала, что я не успею, я пробежал последние 19 миль без остановки. И я мог бы показать тебе прямо сейчас, когда мы закончим с этим вопросом. Факт, я хочу показать тебе прямо сейчас, это было много лет назад, и мне пришлось наложить компрессионную ленту на лодыжку. Вау. Значит, это было много лет назад. У меня был буквально размер в полдоллара, мне пришлось достать компрессионную ленту, и я заклеил лодыжки скотчем, и я заклеил ноги скотчем, и вот как я прошел эту гонку. Это было похоже на гематому? Я имею в виду, что происходило? Случилось то, что мои голени так сильно болели от стрессовых переломов, что единственный способ, которым я мог продолжать, это заклеить их скотчем, чтобы не делать сгибательных движений. Активизирует твои голени, так что я заклеил лодыжки скотчем, и мои голени, и я получил это из-за моей третьей адской недели. Они больше не собирались позволять мне возвращаться к тренировкам, так что я буквально прошел все тренировки, мою последнюю тренировку тюленя, со стрессовыми переломами и голенью. Шины, как я это делал, я каждое утро заклеивал лодыжки скотчем до икр, так что в течение первого часа боль была мучительной, но случилось то, что мои ноги онемели. Я делал это каждый божий день в течение шести месяцев. Вау! И вот так я пережил свою третью адскую неделю, потому что я был так сломлен после первых двух, что командир сказал. Эй, командир сказал, что это твой последний раз, когда мы посылаем. Ты прошел. Вот как мне пришла в голову идея сделать это, и люди могут послушать это и сказать, этот парень садист, он сумасшедший. Нет, если ты знаешь, как я вырос, ты понимаешь, что я был просто испуганным ребенком, который нашел драйв и страсть чем-то гораздо лучшим, чем он думал. В этом все дело. Боже, я задам вопрос. Я не знаю, есть ли у тебя хороший ответ на это. Я не знаю, есть ли хороший ответ на это. Но даже я хочу знать, как ты находишь и развиваешь это стремление. Как будто прямо сейчас ребенок наблюдает за этим человеком, и они чувствуют то же, что и ты, они чувствуют себя потерянными, одинокими, сломленными, глупыми, ленивыми. Как будто они никогда ничего не добьются, и что же? Ты говоришь о самой близкой вещи к гребанной сверхдержаве, о которой этот ребенок когда-либо слышал, и прямо сейчас он сидит на краешке своего сиденья. Как ему нравится заставлять тебя сделать этот первый шаг? Мне очень повезло, что я вырос в то время, когда не было телефонов и социальных сетей. И я предполагаю, что да, я пользуюсь социальными сетями очень редко, потому что мне есть что рассказать, и это отличная платформа, используй ее как платформу, а не как свою жизнь. Мой главный совет всем в мире, как я уже сказал, мы живем во внешнем мире, все таково, ты должен это увидеть, потрогать, это внешнее, если можешь, для всего остального. В своей жизни живи внутри себя, перестань слушать людей, которые называют тебя толстым, геем, транссексуалом, ниггером. Все это не имеет смысла. Все эти неуверенные в себе люди взваливают на тебя свою неуверенность, ты должен избавиться от нее. Ты должен просто быть тем, кем, черт возьми, является Бог, или в кого, черт возьми, ты веришь, если ты не веришь ни во что, кроме себя, мне все равно, что это такое. Ты должен взять все и выбросить. Ты должен верить в одно, и это в себя. Я не говорю, что ты не веришь в Бога или во что ты веришь, но прямо сейчас, чтобы найти величие в себе, ты не найдешь его, заглянув в книгу или даже услышав меня. Я могу дать тебе искру, но ты должен заглянуть внутрь себя, чтобы найти ее, а это значит, что ты должен быть спокоен. Заткнись на хрен, зайди в комнату, перестань разговаривать, поищи в своей душе, поищи в своем разуме, поищи в своих способностях, и ты найдешь это. Но если ты этого не ищешь, ты этого не найдешь, так что тебе нужно начать свое путешествие, и путешествие начнется с того, что ты поймешь, какого черта я здесь, на этой планете Земля. Почему я здесь? Если ты не знаешь, что проживешь остаток своей жизни в поисках, всегда задавая вопрос «почему». На этих последних 19 милях, ММХММ, ступни сломаны, лодыжки заклеены скотчем, шины на голени, стрессовые переломы, какие слова приходят тебе в голову? Ты в банке из-под печенья? Я по уши в банке с печеньем, а банка с печеньем, это то, что я создал из всех неудач своей жизни, всего того, что я потерпел неудачу, и я вернулся, я потерпел неудачу, и я вернулся назад, и я наконец преуспел, все то, что надрало мне задницу, я положил в банку из-под печенья, потому что во времена ада. Даже самые суровые люди, во времена страданий, мы забываем, насколько мы суровы на самом деле, потому что это мальчик. Это то, что такое страдание, страдание — это испытание, вот и все, что это такое. Страдание — это истинное испытание жизни, и поэтому эта банка из-под печенья путешествует в моем мозгу. Поэтому всякий раз, когда я попадаю в ситуацию, когда у меня испачканы штаны, горе мне менталитет, о боже. Боже, жизнь отстой, я принимаю решение за одну секунду, я выхожу из своей жизни на одну секунду, лезу в банку из-под печенья, подтягиваюсь. О, ублюдок, ты провел три адские недели и закончил две. В одну из тех адских недель парень умер, потому что это было так плохо. О, ты гребаный крут. Ты такой и есть. Я положил это обратно в банку из-под печенья и вспомнил, кто я, черт возьми, на самом деле. Я не тот ребенок, которого называли ниггером, я для испуганного ребенка вот кто я. Это напоминание о том, кто ты на самом деле в глубине души. Но то, что я говорил себе все время на этом треке, и это то, что я говорю себе, разговор с самим собой, визуализация, два ключа к моему успеху, я верил, что для этого. Последние 19 миль я был несокрушим, потому что я сидел в этом кресле, гадил на спину, мочился кровью на ногу, шины на голени, стрессовые переломы. Я использовал все это для мотивации в противовес негативу, я использовал это для мотивации. Я сказал себе, кто на этой гребаной земле все еще собирался бы ехать прямо сейчас. Ты такой и есть. Ты такой и есть. Ты должно быть самый крутой ублюдок на планете. Это правда? Мне похуй. В то время это привело меня к финишу этой гребаной гонки. Я в это поверил. Я верю в это и сегодня. Я верил в это настолько, что мое тело сказало. Он не остановится. Я принял все негативные вещи, мне нужно в больницу, то-то и то-то, и я использовал это. Кто, черт возьми, вообще мог встать с этого стула? Ты это сделал. Кому, черт возьми, вообще пришло бы в голову заклеивать пластырем стрессовые переломы? Ты это сделал. Все эти вещи я использовал для мотивации. Я собираюсь использовать их для мотивации. Я имею в виду, что это чертовски мощно. Расскажи мне о темной стороне. Это то, за что, я уверен, ты испытываешь много жара. Это то, о чем я много думаю, я считаю, что люди должны намеренно мотивироваться красотой и яростью. И так много людей боятся негатива. Какую силу ты нашел во тьме? Во-первых, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сказать всем, кто это слушает, что я самый счастливый человек на планете. Так что люди могут воспринимать это так, как это делают многие люди. Мы живем в очень ослабленном обществе, поэтому когда они слышат такого парня, как я, из древних времен Гранималов, они часто думают, этот парень просто кто угодно. Так что если ты думаешь, что я какой-то несчастный парень, ты ошибаешься. Прожив ту жизнь, которую я прожил, и увидев другую сторону, не боясь нападать на то, что было передо мной, я стал счастливым. Скажи это еще раз. На самом деле, позволь мне убедиться, что я это понял. Дойдя до того момента, когда ты не боишься встретиться лицом к лицу с существом по ту сторону двери, которая хочет напасть на тебя, ты стал счастливым. Верно. Это действительно мощно. Я надеюсь, люди это слышали. Верно. Это сделало меня очень счастливым. Так что, по сути, я просто не хожу с дурацкой улыбкой на лице все это чертово время, так что счастливого Рождества. Но, по сути, темная сторона заключается в том, что у каждого из нас есть банка печенья, и у каждого из нас есть банка хрена. Это его официальное название. Это банка хрена, чувак, где дерьмо просто идет не так, как надо. На адской неделе то, что они делают на адской неделе, окей, вот тут я действительно перешел на темную сторону. Что они делают на адской неделе, так это разрабатывают адскую неделю, чтобы найти твои недостатки, и они действительно хорошо с этим справляются. Это 130 часов непрерывных тренировок, ты можешь поспать 2 часа, и они выбивают из тебя все дерьмо, и находят все неправильное в твоем менталитете. А затем они начинают адскую неделю, и в этом вся прелесть. Что касается меня, то я не какой-то богом данный парень. У меня нет большого таланта ни в чем, так что то, что помогло мне пережить ужасные времена, это темная сторона. Меня зовут Дэвид Гоггинс, я создал Гоггинса, Гоггинс – это парень, который может взять все, что ты поставишь перед ним. Ты хочешь сломать мне гребанные ноги, так тому и быть. У меня есть способ попасть в такое место, как я сделал в той гонке, где вся боль и страдания, которые они обрушили на меня на адской неделе. Я обращу вспять эту боль и страдания и заберу твою душу. Так что с тех пор, как инструктор заставил меня пройти через это моя работа, что двигала мной, так это то, что я хотел, чтобы ты ушел домой той ночью. После того, как ты выбил из меня все дерьмо, и я улыбнулся тебе в лицо. А я хотел, чтобы ты чувствовал себя хуже, чем я, и ты шел домой в хорошую теплую постель, со своей женой или детьми, и хорошо поел. А я все еще был там, в тисках, страдая еще сто часов. Я хотел, чтобы ты думал обо мне, зная, что мне комфортно быть очень некомфортно, черт возьми. И я хочу, чтобы ты подумал о том, как ты пережил гребаную адскую неделю, как тебе было неудобно, и как сильно ты хотел бросить курить, зная, что я, блядь, так не думаю. Итак, темная сторона, это то, что я придумал, это злое место, куда я могу пойти, и очень немногие вещи могут причинить мне боль. Я использую боль, которую ты пытаешься причинить мне, я переворачиваю ее вверх дном и использую ее, ты пытаешься использовать ее для криптонита, нет, для меня это грабеж власти. Я использую ее для силы. Я просто превращаю негатив в позитив, вот и все. Я слышал, как ты однажды давал интервью, и человек пытался увидеть в этом своего рода расширение прав и возможностей или красоту, а ты такой, нет, 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 это тьма. Я совершенно очарован комиксами, и одна из причин, по которой я так заинтригован Бэтменом, заключается в том, что он буквально использует тьму. Болезнь, которую он испытывает из-за того, что произошло, для него и его семьи, чтобы продвигать его вперед на протяжении десятилетий, продолжать двигаться вперед, и большинство людей сломлены плохими вещами, которые с ними случаются. Но время от времени появляется Гоггинс, есть кто-то, кто знает, как использовать эту силу, чтобы... Понимает, как тебя, как человека, это чертовски заводит. Месть — это мощно, нравится иметь возможность использовать это контролируемым способом. Это верно, но быть способным привнести это, использовать это, чувствовать энергию, это опьянение яростью, и я не думаю, что люди честны в этом, когда говорят об этом. В этом есть гребанное опьянение, и если ты можешь воспользоваться им и использовать его, а не потеряться в нем, вот почему я знаю, что ты всегда предостерегаешь, говоря, послушай, я чертовски счастлив, парень, как будто мы сейчас говорим не об этом, но я счастливый парень, так что это тебя не настигнет, но оно есть, и оно такое чертовски мощное. Это реально. Вот почему, когда ты сказал, прежде чем все это началось, ты сказал, что я могу быть самим собой. В ту секунду, когда ты сказал, что я могу ругаться и быть собой, и ругаться, люди говорят, ты ругаешься все гребанное время, почему? Ну, мне неприятно это говорить, это лучший способ для меня выразить свои чувства. Я не могу сидеть здесь и говорить, ты знаешь, да, я пережил адскую неделю, и это было действительно тяжело. Нет, этот ублюдок забирает твою чертову душу, вывертывает ее наизнанку, а потом они говорят, теперь мы, блядь, начнем. Это позволяет мне выразить, где я был в тот момент моей жизни. Если я не отдам тебе всего себя, то какого черта я здесь? Почему? Как ты будешь учиться у меня, люди так сильно обижаются на меня, ты никогда не научишься у людей, если мы всегда будем танцевать чечетку вокруг правды. О боже, мне это нравится. Мы танцуем чечетку вокруг правды, находя правильные слова, чтобы я не причинил тебе боли, потому что у тебя тонкая кожа. Нет. Напряги людей, все в порядке, поверь мне, все в порядке. Однажды тебя могут назвать ниггером, все в порядке. Тебя могут назвать каким-нибудь еврейским словом, или каким-нибудь педиком или геем, все в порядке, пусть тебя так называют. Что ты теперь собираешься делать? Твоя жизнь им не принадлежит. Как ты теперь собираешься это контролировать? Как ты собираешься перевернуть ее с ног на голову и сказать? Вас понял. Теперь я собираюсь использовать это дерьмо, и ты будешь читать обо мне через много лет. Как это сделать? Вот в чем вопрос, как ты собираешься это сделать. Утолщи свою кожу, стань больше похожим на человека, не бойся отражения в зеркале, потому что это все, чего ты можешь бояться, как только ты преодолеешь это отражение в зеркале. Ты сделал это. Я люблю этого мужчину. Ты однажды сказал, что если бы ты рос в этом поколении, то у тебя был бы день поля, потому что ты забрал бы их души. Что ты имел в виду под этим? Молодое поколение увольняется не все, у людей болит задница, так что не у всех, большинство из этого поколения увольняется в ту же секунду, как с ними заговаривают. Ты сделал это неправильно, или ты сделал это неправильно, или на них кричат. В наши дни так легко быть великим, потому что все остальные, большинство людей слабы. Это смягченное поколение, так что если у тебя есть хоть капля душевной твердости, хоть какие-то способности, если у тебя есть хоть капля самодисциплины, способность не хотеть этого, но все равно делать это. Людям трудно что-то понять. Я ненавижу бегать, и что меня так бесит, это больше не имеет значения, люди спрашивают, ну почему ты бегаешь, если тебе это противно? О чем ты говоришь? Я тоже не хочу принимать душ и есть, я тоже это ненавижу, такова жизнь, чувак, и только когда я изменил этот менталитет, я стал кем-то. Я ненавидел ходить в школу, так что угадай, что я был туп как дерьмо. Один плюс один, это два. Но если ты можешь заставить себя делать то, что тебе ненавистно, то с другой стороны величие. Это то, чего люди не понимают. Убегая, я мозолю свой разум. Я тренируюсь не для гонки, я тренируюсь для жизни. Я тренируюсь для того времени, когда мне в два часа ночи позвонят, что моя мама умерла, или в жизни случится что-то трагическое, я не развалюсь на части. Я тренирую свой разум и свое тело и свой дух, чтобы все было едино, чтобы я мог справиться с тем, что жизнь бросит в меня. Потому что жизнь, которую я прожил, бросает в тебя целую кучу всего. И если ты не будешь физически и морально готов к этому, ты просто рассыплешься, и ты никому не годишься. Поговори со мной о том, что нужно, чтобы быть по одну сторону двери в Ираке или где угодно, зная, что люди, которые тебя не боятся, они готовы к тому, что ты войдешь. И у них есть оружие, и тебе все равно придется взломать эту дверь. Это отличный вопрос. Это очень страшная ситуация. Когда ты по одну сторону двери, и твой разум лихорадочно работает, потому что по другую сторону этой двери может быть никто, это могут быть четверо парней, с четырьмя АК-47. Это дверь твоя. Дверь, которая вот-вот откроется, может быть заминирована, так что как только ты ее откроешь, бум, у тебя отнимаются ноги. Так что есть тысяча вещей, о которых ты думаешь, когда ты первый парень, второй парень, третий парень, готовящийся войти в комнату и затопить ее, и это мальчик. Почему я говорю о менталитете воина, и вот почему так много людей теряются, когда я начинаю говорить. Ты имеешь на это право, тебе повезло, что тебе не нужно думать так, как думают воины. Тебе выпала большая честь. Я выбрал этот мир, чтобы быть воином, и я выбрал бы его снова, если бы вернулся в этот мир, но менталитет воина сильно отличается от обычного менталитета. Ты должно быть тот человек, который стоит у этой двери, готовясь открыть ее, думая про себя. Если я умру, так тому и быть. Единственный способ, которым ты можешь войти в эту дверь, это знать, что есть большая вероятность, что ты умрешь. Это как быть морским котиком, ты тренируешься с боевыми патронами, ты прыгаешь с самолетов, все, что ты делаешь, ты можешь умереть. Так что быть воином, почему люди меня не понимают, я рад, что ты этого не понимаешь. Пойми меня, счастливого Рождества, молодец, потому что для того, чтобы быть воином, требуется совершенно другое мышление. Совершенно другое мышление, чтобы знать, что есть большой шанс, что я могу быть не таким, каким я был в течение 21 года. Мне повезло. Мне очень повезло, что я жив, могу говорить с тобой, все еще могу бегать, но когда ты подписываешься на эту пунктирную линию, чтобы быть похожим на тюленя, твое мышление меняется. Я могу не выжить. Ты должен смириться с этим. И таков наш менталитет. И это то, что делает тебя воином. Если ты боишься умереть, ты плохой воин. Что ты используешь, чтобы пройти через это? Это момент Гоггенса? Это обретение тьмы? Я прохожу через ад? Я найду дьявола, если придется, например. Что это за момент? Что у тебя внутри? Я раскрываю большую часть своей темной стороны, но я также смотрю на парней слева и справа от меня, понимая, что мы здесь вместе, чувак, и я должен быть сильным ради них. А они должны быть сильными ради меня. Многим людям я либо нравлюсь, либо нет, даже в командах морских котиков, но когда ты подходишь к этой двери, или ты попадаешь на эту миссию, или ты попадаешь в эту операцию, все это дерьмо вылетает за дверь, чувак. Ты делаешь это честно, ты постоянно видишь это в этих фильмах и прочем дерьме, ты действительно сражаешься за того парня рядом с тобой, и ты не можешь быть трусом. Потому что ты знаешь, что это такое. Вот как я смотрю на все, что я сейчас делаю в жизни, и это подводит итог. Я ненавидел прыгать из самолетов, я ненавидел стрелять из оружия, я ненавидел работу морского котика. Но я сделал это, потому что хотел изменить себя. Все, что я делаю, мне не очень удобно, но если ты решил пойти по этому пути, стать морским котиком, то с таким же успехом ты можешь стать самым жестким ублюдком в мире, потому что, если ты решаешь что-то сделать, у тебя есть два пути, ты можешь быть маленьким, слабым человеком и с трудом пройти через это, и это твоя репутация. Или ты можешь пройти через самого трудного парня, которым ты можешь быть, и это твоя репутация, так что все мое дело в том, что если мальчик ты, если ты выберешь открыть эту гребаную дверь в Ираке или Афганистане, открывай ублюдок, и входи изо всех сил, потому что они запомнят тебя, медленно открыв ее и заглянув внутрь. Если ты собираешься открыть ее, и ты решил открыть ее, не взламывай ее, открывай гребаную дверь и входи, такова жизнь. Если ты решил что-то сделать, напади на это, потому что они запомнят, что ты не нападал на это. Я хочу, чтобы меня помнили, ты можешь ненавидеть меня, но есть одна вещь, которую ты не можешь сказать обо мне, я не нападал на это, так что это менталитет, который нужно иметь. Если ты собираешься что-то сделать, то лучше напади на это, потому что ты все равно это сделаешь. Верно. Ты используешь это в гражданской жизни, например, ты все еще используешь фразу «я собираюсь напасть на это», я заберу их души, например, как это происходит в небоевой зоне. Это все еще работает для меня в жизни, когда дело доходит до нападения на вещи, потому что независимо от того, какой путь я выберу, я хочу быть самым лучшим. И самым лучшим может быть не я номер один, а самое лучшее. Неужели я оставил все, что у меня внутри, снаружи? Так что нападать это не значит «О, я хочу выиграть это» или «Выиграть СТО» или «Быть лучшим». И самым лучшим может быть не я номер один, а самое лучшее. Неужели я оставил все, что у меня внутри, снаружи? Мальчик сказал он «Я нападаю сам на себя. Я всегда подвергаю себя сомнению. Я всегда несу за себя ответственность». Поговори со мной о зеркале подотчетности. Так что зеркало подотчетности это то, что я вроде как придумал в старшей школе. Как я уже сказал, я начал брить голову, когда мне было 16, и я был поглощен попытками произвести впечатление на стольких людей, потому что я никому не нравился. Поэтому у меня появилось так много разных личностей. Дай мне спустить штаны. Хорошо, дай мне подтянуть штаны. Позволь мне говорить так, или действовать так, или быть таким, или чтобы это черт возьми не было. Боже, я делал так много разных вещей, чтобы попытаться вписаться в так много разных групп, что когда ты смотришь в зеркало, это единственный человек, которому ты не можешь солгать. Поэтому каждое утро я брил голову, благодаря Бога, я размышлял о какой-то лжи, которую я, возможно, кому-то сказал. Или о некоторых моих поступках, которые мне были неприятны, и я делал это, чтобы произвести впечатление на других нормальных людей. Ключевое слово там нормальные обычные люди. Я пытался понравиться другим людям. Насколько это жалко. Так что это зеркало всегда говорило мне, я смотрел на свое отражение и говорил, Боже, ты жалкий человек. Каково это каждый день быть таким? Так что я бы просто начал брать на себя ответственность. Как я сегодня напал? Как я напал вчера? И если я не делал чего-то, чем я гордился, я записывал это на стикере и исправлял, так что в моем выпускном классе средней школы это был совершенно другой Дэвид Гоггинс. Ты можешь привести пример с чем-то, что ты записал и исправил? Хорошо, там был обеденный стол, я хотел посидеть за обеденным столом крутого парня, все всегда называли меня ниггером, я хотел попробовать действовать. Как кто-то, кем я не был, чтобы я мог вписаться, и я продал свою душу дьяволу, пытаясь вести себя как... Нет, я Дэвид Гребаный Гоггинс, вот кто я, и поэтому я написал на листе бумаги, к черту стол, сядь рядом со своим мальчик, блять, сам по себе. И это то, что я сделал, и угадай, что произошло. Мой столик стал столом, за которым люди начали сидеть, потому что целая куча людей в той столовой чувствовала себя точно так же, как и я. У меня был список вещей, которые я просто записывал, а затем исправлял, так что я записывал это и исправлял. Были ли вещи, на которые ты смотрел как на образцы для подражания, люди, которых ты воспринимал как воплощение идей, например, зачем подтягивать штаны, если это популярный стиль? Либо ты самый проницательный человек, которого я когда-либо встречал, что, кстати, вполне возможно, если послушать достаточно твоего материала. Либо у тебя была целая сокровищница людей, которые подарили тебе отличные идеи, даже если бы они были вымышленными, или киношными, или спортсменами, или кем-то еще, но... Дэвид, это было забавно, один фильм, который я смотрел все время, был Рокки. Отличный выбор. Рокки я, и я много общался с Рокки. Потому что ты знаешь, один из умных парней очень старался, и одна сцена, с которой я связал большую часть своей жизни, до сих пор и по сей день, была Рокки я, раунд 14, и это то, где я забирал душу откуда. Если ты посмотришь на 14-й раунд Рокки-Ай, Аполлон выбивает дерьмо из Рокки. Рокки падает в своем углу, Микки говорит, лежи, лежи, лежи. Рокки не слышал ни единой гребаной души. Аполлон после того, как он сбил его с ног, поворачивается, поднимая руки вверх. Наконец-то я сбил это животное с ног. Правильно. Аполлон этого не знает, но Рокки встает. Аполлон оборачивается в ту же секунду, как Рокки встает, и Аполлон смотрит на Рокки, Аполлон смотрит на него таким взглядом, как будто Рокки только что забрал его душу. Аполлон качает головой, а у Рокки есть перчатки, и он делает жест в сторону Аполлона. Давай, ублюдок, я все еще здесь, и начинается эта песня, которую я играл. Так что, когда я побил Книгу рекордов Гиннеса, мне потребовалось 17 часов, чтобы сделать 4030 подтягиваний. Я слушал одну песню 17 часов. Две минуты и 17 секунд. Я слушал эту песню 17 часов без остановки на повторе, так что образ мужчины в моем сознании не был тем, у которого были серьги, обвисшие штаны. У меня был этот образ в голове, и я собирался, чтобы воплотить это в жизнь, и я не следовал никаким тенденциям, я перестал быть трендом, я перестал быть этим парнем. Кто бы ни был новичком, к черту это, это не то, во что я верю, я делаю это, это то, чем я хочу быть, это то, чем я собираюсь быть. Это невероятно. Как ты испытываешь красоту и радость в своей жизни? В какие ситуации ты себя ставишь? Что заставляет тебя смеяться? Что для тебя самое интересное? Забавно, что ты так говоришь. Я только что уволился из армии в ноябре 2015 года, и я шел, и шел, и шел, и шел, и я никогда по-настоящему. Я был счастливым парнем, но я никогда не бываю в тот момент, когда мне нравится сидеть сложа руки, и я хочу поехать сюда, чтобы повеселиться, или сделать это, или сделать это, я никогда не был таким человеком. Но в первый раз, когда у меня действительно появился шанс испытать истинное счастье и настоящий покой, я был таким, что я сделал с собой мальчик, чтобы стать тем, кто я есть сегодня. Это отнимает много сил у твоего организма, поэтому я верю, что Бог дал мне время отдохнуть, и он вывел меня из строя. Даже разум Гогенса не мог вернуть меня на ноги, так что у меня было добрых 6-7 месяцев, пока я отсутствовал. И когда я вышел, у меня было время поразмыслить обо всем, чего я достиг, и это был первый раз в моей жизни, когда я откинулся на спинку стула и сказал «Вау!» Ведь только я, может быть, я рассказываю тебе часть истории, я знаю точную правду о том, какой жестокой была моя жизнь, и о том, что я не должен быть сегодня на этом шоу, и о том, каков разум, и как это прекрасно. Так что же приносит мне радость и счастье, так это осознание того, насколько прекрасен разум, и я один из немногих людей, которые не читали об этом, не испытали это с помощью какого-нибудь наркотика, я должен испытать красоту настоящей, гребаной силы воли. Правда, пошел ты нахуй, я провалюсь, я, блять, провалюсь, я, блять, провалюсь, я, блять, провалюсь, и я добьюсь успеха. Просто то, что я говорю об этом, дает мне ощущение, что я знаю, что я сделал, и мне не нужно куда-то ехать или иметь это, иметь то, у меня все это здесь, в моей голове. Красота в том, чтобы помнить этого молодого тупого, того, кого люди называли ниггером, сейчас там, где я нахожусь сегодня, и то есть, когда ты наконец дойдешь до этой точки. Для меня это вечный прочный мир. Я мог бы умереть прямо сейчас на этом шоу, и я буду счастливым человеком. Это мое счастье, это мое размышление о страданиях моего путешествия, знание того, что я никогда не сдавался, или меня вел кто-то на этой земле. Меня вело что-то более могущественное, и я прислушался, и я выбрал путь наибольшего сопротивления. Талант не требуется. Мне это нравится. Ты сказал, что живешь жизнью монаха. ММХМ. Что это значит? На что это похоже? Почему ты так поступаешь? Так что я растягиваюсь каждый день по крайней мере два часа. Я не пью, я не выхожу из дома, мой режим таков. Я просыпаюсь, ем овсянку, бегаю, возвращаюсь, поднимаю тяжести, я большой спортивный парень. Я вообще не выхожу из дома, но чтобы делать такие вещи, и я растягиваюсь по ночам. Я нахожу людей, которым доверяю, а это очень маленькая группа людей, людей, которые честны и верны мне. Людей, которые готовы умереть за меня, и я бы умер за них, что чертовски здорово. Маленькие и все остальные, чувак, ты, и я остаюсь при себе, и я позволяю тебе поступать по-своему, я не осуждаю людей, я критикую тебя, ты хочешь быть придурком. Быть задницей и не любить эту страну, чтобы ты не собирался делать, я мальчик, мне все равно. Я сражался за эту страну, чтобы ты сделал это сам, и я всецело за то, чтобы ты сделал это сам, потому что я, блять, хочу сделать это сам. И я буду делать это до тех пор, пока я, блять, не умру, и я верю, что заслужил это право. Многие люди не заслужили этого права просто потому, что ты живешь в этой стране, это не значит, что ты заслужил это право, ты должен пожить немного, пожить, а потом иметь что сказать или заткнуться нахуй. Так что если бы ты это сделал, на этот вопрос, возможно, было бы невозможно ответить, но если бы у тебя была такая же форма ребенка раньше, и он хотел бы сделать этот первый шаг, ты бы хотел, чтобы он получил какой-то жизненный опыт, какую конкретную вещь ты бы ему посоветовал сделать? Я бы сначала спросил ребенка, кто ты такой в глубине своей души. И если он не сможет ответить на этот вопрос, наш разговор окончен, потому что я не могу сказать ему ни хрена. Если ты не знаешь, кто ты, если ты не знаешь, кто ты, я не могу сказать тебе, кто ты. Как выглядит следующий этап твоей жизни? Ты не можешь себе представить, как я заинтригован, наблюдая за тобой в течение следующих пятидесяти лет. Честно говоря, я достаточно счастлив, что пережил ту жизнь, которую прожил, и вышел с другой стороны с кучей знаний, так что надеюсь я смогу помочь людям, которые верят. То, что они намного меньше, чем есть на самом деле, поможет им найти величие в себе, а величие, это не пробежать 200 миль за раз, или сделать 4000 отжиманий, или быть тюленем. Величие это то, о чем, черт возьми, ты мечтал в своем воображении. Ты должен сначала увидеть это, ты должен сначала создать это видение в своем воображении, и тогда я вступлю в игру. Как только ты создашь это видение в своем воображении, как мне теперь туда попасть? И вот тогда я начинаю играть, но сначала ты должен создать свое собственное видение, и оно не внешнее, созданное видение находится внутри тебя. Так что пока ты не создашь его, я для тебя никто. Ты пишешь книгу? Я медленно пишу книгу прямо сейчас, у меня ушло на это 4 или 5 лет, потому что мне есть о чем поговорить, наверное, это будет несколько книг, но первая книга. Скорее всего, речь пойдет об истории моей жизни, о том, как я вырос, и о нескольких уроках, извлеченных на этом пути. Но мне так много нужно обсудить и так много сказать просто для того, чтобы дать людям гораздо больше, чем надежду. Хорошо, прежде чем задать мой последний вопрос, где эти ребята могут найти тебя в интернете? davidgaggins.com, instagram, это David Goggins, facebook, David Goggins, собака David Goggins, ты найдешь меня, зайди туда, поищи Дэвида Гоггинса, погугли меня. Они найдут тебя, на тебе так много потрясающих вещей. Хорошо, последний вопрос, какое влияние ты хочешь оказать на мир? Влияние, которое я хочу оказать на мир, таково. Это отличный вопрос, чувак, и этот вопрос мне задавали миллион раз, и у меня есть на него несколько ответов, но самый главный из них, мы все замечательные. Неважно, считаешь ли ты себя тупым, если ты считаешь себя толстым, неважно, толстый ты или нет, неважно, издевались ли над тобой, или ты только что вернулся из Ирака или Афганистана, и у тебя нет ног или рук, или чего-то еще, у всех нас есть величие. Ты должен найти в себе мужество надеть наушники Беза и заглушить шум этого мира, и найти его, потому что он где-то там, но для этого потребуется тяжелая работа, мужество. Самодисциплина для того, чтобы стать великим, потребуются все некогнитивные навыки, все некогнитивные навыки. Умные – это хорошо, все эти вещи хороши, это все когнитивно. Именно некогнитивные навыки отличают тебя от всех остальных, и в этом все дело. Дэвид, большое тебе спасибо, что пришел на шоу «Человек», это было невероятно. Ребята, это один из тех случаев, когда, когда я исследовал его, я буквально чувствовал, что должен сделать это, это ведро ледяной воды, или что-то в этом роде. И на самом деле я только. Я имею в виду такой насмешливый тон, я постился большую часть своей подготовки, потому что мне казалось правильным поставить себя в более трудную ситуацию, пока я это делал. Это действительно заставляет меня хотеть найти больше способов пройти через трудности, и это одна из вещей, на которые я действительно надеюсь. Вы, ребята, отнимаете у него то, как вы можете полностью создать себя, а я испытал его в обратном порядке. Я видел все удивительные вещи, которые он совершил, все гонки, которые он выиграл, трижды пройдя через адскую неделю, преуспев в трех разных родах войск. Никто не делал этого раньше, запись подтягивания, все это, а затем узнал, что он боролся со всем, и ты понимаешь, как коварно и как тихо мысль о том, что кто-то просто лучше тебя. Он более генетически одарен, чем ты, проскальзывает в твой разум мальчик, как способ снять тебя с ключка. Не для того, чтобы сделать их более экстраординарными, но ты делаешь их экстраординарными, чтобы снять тебя с ключка, и таким образом услышать все то, через что ему пришлось пройти. Одна вещь, которая даже не упоминалась в шоу, он проделал большую часть потрясающих упражнений на выносливость, до того, как ему починили сердце. Так что его сердце буквально работало на 60% мощности, он все равно делал все это. Это человек, который описался кровью, встал и пробежал еще 30 миль. Если такого рода вещи не вдохновляют тебя заглянуть внутрь себя и действительно взять под контроль свою собственную историю, осознать, что ты можешь вылепить из себя все, что захочешь, это... Не обязательно быть Гоггинсом, но видеть в этом силу как красоты, так и ярости, видеть в этом податливость человеческого духа, видеть в этом силу человеческого духа, способного превратить тебя в любого, кем ты хочешь стать, вот в чем сила этого человека мальчик и я. Надеюсь, вы, ребята, это слышали, было так много невероятных вещей, так много раз у меня мурашки пробегали по коже. Так много раз я видел еще один инструмент, который я мог бы взять и использовать в своей собственной жизни, и я надеюсь, что вы, ребята, получили от этого столько же, сколько и я. Если ты еще этого не сделал, обязательно подпишись, и до следующего раза, друзья мои, стань легендой. Береги себя. Всем привет, большое спасибо, что присоединились к нам в очередном эпизоде Impact Theory. Если этот контент добавляет ценности в твою жизнь, мы просим тебя зайти в iTunes и Stitcher, оценить и просмотреть. Это не только поможет нам создать это сообщество, которое вы... Конец рабочего дня — это все, о чем мы заботимся, но это также помогает нам привлечь сюда еще больше удивительных гостей, чтобы показать свои знания вместе со всеми нами. Большое вам спасибо, ребята, за то, что вы часть этого сообщества, и до следующего раза будьте легендарными моими друзьями.